МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За последние 9 месяцев турецкий премьер лишь укрепил свою авторитарную власть. Озвученные юными активистами Гези подозрения в коррупции превратились в куда более точные обвинения после обнародования 17 декабря результатов прослушки, которые бросили тень на Эрдогана и его политическое и семейное окружение. Однако премьер-министр не стал сходу все отрицать, а вместо этого попытался представить себя жертвой, заявив о заговоре своих бывших исламистских союзников из движения Гюлена при поддержке США и Израиля, объясняет ситуацию Ариан Банзон. Более того, издание настаивает, Эрдоган еще к тому же играет с огнем, пользуясь политическим и социальным расколом в турецком обществе. Премьер не стесняется открытых высказываний, провоцируя стороны друг против друга. На волне общественной поляризации действующий лидер намерен завершить свою предвыборную кампанию и попытаться удержать власть, уверен и журналист. Цитата. Как бы то ни было, вероятность подъема радикальных настроений и столкновений двух Турций будет особенно высока, если Эрдоган решит сохранить за собой пост премьера. Все указывает на то, что его намерения именно таковы, которые гарантируют ему юридическую неприкосновенность. Это не говоря уже о планах на президентское кресло, пусть уже и не слишком реалистичных, завершает материал Ариан Банзон. У Германии нет выбора. Немецкая Handelsblatt выносит в заголовок категоричное высказывание Джорджа Сороса, которое он произнес после острейшей дискуссии с Отмаром Иссингом, бывшим главным экономистом Центробанка Германии. Предметом спора стал кризис еврозоны, а также степень ответственности, которую на себя должны взять ведущие игроки ЕС. Цитата. План Сороса выглядит следующим образом. Еврозона должна сформировать общий бюджет с ростом в 4%. Бюджет должен финансироваться из налогов предприятий, а доходы идти на общее страхование от безработицы. Если безработица в какой-то стране растет, она получает более высокие выплаты из общей страховки. Тем самым будет легче преодолеть кризис, объясняет издание позицию Сороса. И в этом плане, по мнению легендарного финансиста, Германии должна быть отведена ведущая роль. Это значит, Берлин должен взять на себя и повышенные финансовые обязательства. Цитатом. «Иссинг не поддерживает инициативу Сороса. Любая форма трансфера будет поощрять плохую и наказывать хорошую политику. Проблемы должны решаться на национальном уровне. Как отреагируют итальянцы на то, что им, например, придется платить за спасение немецкого промышленного банка ITB?» Цитирует Иссинга Хандельсблад. Итальянская газета «Лепиньоне» задается вопросом. Евразийский коридор – утопия или разумная идея? Авторы заметки – экономист Пауло Раймонди и бывший вице-министр экономики Марио Летьери побывали в Российской академии наук и выслушали презентацию главы РЖД Владимира Якунина о новой и крайне амбициозной идее в проекте «Трансевразийского пояса развития». Цитата. «Речь идет о мегапроекте, для реализации которого в ближайшие годы могут потребоваться инвестиции в сотни миллиардов евро, чтобы связать современной инфраструктурной сетью российское побережье Тихого океана с европейскими странами вплоть до Атлантики. В этом транспортном коридоре, помимо железных дорог и автострад, предлагается развивать электрические, коммуникационные, газопроводные, нефтепроводные и водопроводные сети, передают авторы смысл идеи Якунина. Эта идея даже не проект, а скорее новая национальная задача и госпрограмма для России. Конечно, в случае, если она получит политическую поддержку. И здесь, как пишут итальянские экономисты, все кризисы, разногласия и проблемы могут отойти на второй план. А на первый выйдут колоссальные перспективы глобального развития, где места хватит всем и России, и странам Европы, и всем остальным участникам и желающим. Подытоживает заметку Ле Пиньоны. Информационный ресурс Daily Beast решил устами и усилиями корреспондента CNBC Джона Шона отыскать российскую наличность за рубежом и сообщить читателям, где же именно Москва прячет свои деньги. Цитата. По данным Банка России, из половины триллиона долларов такую сумму россияне хранят за пределами своей страны. Примерно две трети находятся на счетах всего трех государств. Кипра, Нидерландов и британских Виргинских островов, которые считаются налоговым раем для российского капитала с момента активного тока в начале двухтысячных, раскрывает очевидно Джон Шон. И дальше начинаются политические шахматы. США хотят ввести действенные санкции в отношении России, но сделать это не могут. Чтобы ударить по денежным потокам Москвы, стоит ограничить поставки энергоресурсов в ЕС, но и это невозможно, потому что заменить российский газ и нефть нечем. Добраться до офшоров тоже не получается, на то они и офшоры. Остается просто писать статьи в Daily Beast. Субтитры создавал DimaTorzok